Привет YouTube! Сегодня небольшой обзор ножа от фирмы Ontario. Это модель Retribution 2, Возмездие 2. Первая модель уже рассматривалась, она крупнее. Младшая модель имеет более компактный вид, на мой взгляд, более удобный для моей кисти. Кисть у меня небольшая, как видно. Нож очень удобный, очень хорошо сидит в руке. Мощное лезвие, не менее мощная ручка из Микарты. Очень серьезный замок, на мой взгляд, очень мощный. Общий вид. Темляк в комплект не входит, это уже было дополнено мной. Вот такая вот модель. Очень, повторюсь, очень хорошо сидит в руке. Чувствуется, что это действительно нож на все случаи жизни. Очень такой крепкий, достаточно тяжелый. Очень удобно сидит в руке. Прекрасно открывается вот таким вот способом выбросом. Я покажу специально сбоку. Вот таким вот способом он выскакивает. Никаких кнопок ничего не требуется. Я так думаю, что если вы его достали из кармана и очень быстро сделаете вот такое движение, он выскакивает, сразу же фиксируется и готов к использованию. Вот. Еще раз повторюсь, мое мнение, мое мнение, очень удобен, очень хорошо сидит в руке. Ощущается, что ты действительно держишь нож, а не какую-то ковырялку. Вот. Несмотря на некоторые, скажем так, предпочтения других пользователей иметь более ровную кромку заточки, я считаю, что это его не портит. Сложность заточки лично для меня это не представляет никакой сложности. Как бы это далеко не первый мой нож. Я считаю, что дизайн очень удачный. Дизайн очень достойная такая модель. Вот. Сейчас я покажу его ближе, чтобы можно было рассмотреть детально. Долговатые отверстия для открывания. Удобный упор для большого пальца. Очень удобный. Очень мощные лайнеры. Здесь мы видим модель. Укрепленная, скажем так. Везде чувство надежности. Никаких люфтов, никаких болтаний. Ничего не хлябает, не болтается. Я считаю, что эта модель очень хорошо послужит и покажется в полевых условиях. Эти тесты я постараюсь в ближайшее время выложить. С потеплением на улице. Обязательно пойду в лес и буду снимать материал о его полевых показаниях. Здесь, значит, мы имеем логотип компании, имя, фамилия разработчика дизайна. И здесь марка стали. Я думаю, что достаточно хорошо видно. Не буду называть. Такой итальянский красавец из Америки. Мое мнение, именно для этой модели важно иметь какой-то шнурочек на руку. Потому что достаточно тяжелый. И если выскочит, особенно при таком способе открывания резвия, он может выскочить из рук. Просто приходится удерживать его таким вот хватом. Очень удобно. Очень хорошо сидит. Но это не для карманной носки нож, естественно. Поэтому в комплекте идет, пусть даже и дешевенький, но такой вариант. Вариант чехла. Конечно же, хотелось бы более дорогую модель чехольчика иметь из кожи. Вот такой вот материал использован здесь недорогой. То есть можно закреплять его как на ремне, так и на разгрузку повесить. В общем, очень простенькие липучки, клепочка. Ну, клепочка, я бы не сказал, что сильно надежная, но ремень двойной. И есть возможность провздить ремень, например, вот здесь, где прошито. То есть не используя вот этот вот элемент. Но в целом, ожидания мои, лично мои, оправдались. Нож очень приятно держать в руке. Присутствует ощущение добротности и уверенности в этом вот продукте, скажем так. Опять же, очень удобно его открывать вот этим способом. Ну, также есть способы открывания и такие. Но лично мне нравится, когда лезе выскакивает быстрее, и оно вот режущей кромкой вверх направлено. Потом можно перехватить. Нож очень удобный. Еще раз повторю. Заводская заточка достаточно острая. С легкостью сбривает волосы. То есть достаточно острый. Спасибо всем. Увидимся в ближайшее время. Спасибо всем. Уб LOVE Надеюсь. Оля! Продолжение следует... РPC Kathryn Продолжение следует... Рег quis.